МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето – прекрасная пора. Время, когда начинается отпуска. Время отдыха, улыбок, солнца, пляжей и хорошего настроения. Как с кем и где провести три летних месяца, каждый решает сам. Главное, чтобы эта беззаботная пора оставила только приятные впечатления. Можно ли отдохнуть и получить массу положительных эмоций, не выезжая за пределы республики? Узнаем сегодня в эфире программа «Комфортный город». Вперед к воде! Отдых у воды летом – это классика. В этом году у чебоксарцев появилась новая современная комфортная зона отдыха – Московская набережная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Это одно из самых любимых мест Лены и Андрея Шалаевых. Как только позволяет погода, молодая семья приезжает отдыхать именно сюда. Семья приходит не первый раз сюда. И очень радует те изменения, которые произошли на нашем пляже. Очень хорошо стало отдыхать с детьми. Раньше здесь можно было только купаться, а теперь появилась детская зона. У меня двое маленьких детей. Сама набережная стала, я считаю, более безопасной. Наконец-то разделили автомобильную часть от пешеходной зоны. Вообще в этом году город очень радует своими изменениями, изменениями своего внешнего вида. И одно из таких самых ярких изменений, мне кажется, относится как раз к Московской набережной. Вот она преобразилась до неузнаваемости. Молодые люди признаются, что именно здесь они могут расслабиться вдали от бесконечного потока машин и суеты, домашних забот и хлопот. Ну, находясь на набережной, все-таки чувствуешь себя уже как будто бы на курорте. Уже ощущения в городе и здесь совсем отличаются. Уже сразу чувствуешь такую атмосферу отдыха. Реконструкция Московской набережной в Чебоксарах началась в августе прошлого года. В первую очередь здесь обустроили пешеходный бульвар и велодорожки, благоустроили пляжную зону, деревянные ступени, вышка для спасателей, грибок, дорожка, ведущая прямо к воде. Все это сделано в едином стиле. Установили новые шезлонги и душевые кабины. Что касается безопасности, то за набережной круглые сутки следят пять видеокамер и спасатели. Трое спасателей работают. Счастье на лодке? Двое. Вон на лодке сейчас курсируют. Как раз вот самое такое, ну самое место это вот, где дети купаются. В этом году вот уже троих достали, тонули. У нас есть рация, связь с друг другом всегда поддерживается. Обстановка как там? За буйками не плавают? Все, принял. Елисей и Сава тянут родителей на игровой островок. Зеленую лужайку со всевозможными качелями, шведскими стенками, мягкими лежаками, огромной акулой. Эту площадку облюбовали и дети, и родители. Пока Елена с младшим сыном Елисеем играют в детском городке, Андрей со старшим с Савой идут в велопрокат. Да, 75 рублей. 75. Ага, спасибо. В прокате есть байки любого уровня. Для новичков и для любителей подростковые и взрослые модели. Отличная погода, качественная дорога, скорость и ветер. После такой поездки, признается Андрей, на долгое время сохраняется невероятный заряд бодрости. Кстати, выделенную дорожку облюбовали не только велосипедисты. С большим удовольствием здесь катаются скейтбордисты, роллеры. Многие специально приезжают сюда. Тут очень ровные дороги, как раз подходят, чтобы кататься. Чебоксару очень трудно такие найти, поэтому я сюда специально приехала, чтобы покататься. А еще тут очень хорошо сделали то, что поставили фонтанчики. Я вот объездил тут везде и заметил то, что лавочек очень много. Они не сгруппированы в одном месте, а разбросаны вовсюду. Поэтому отдохнуть можно везде. Спортивный инвентарь на расхват. Вообще, после реконструкции набережная стала своеобразным спортивным комплексом. Установили тренажеры для воркаута, обустроили площадку для пляжного волейбола. С утра до вечера здесь тренируются любители активного отдыха со всего города. А в выходные дни проходят турниры. Во-первых, она стала больше. Во-вторых, более качественные условия для игры в волейбол. Сетки. Соревнования часто проходят. Очень здорово. Разметка. Хороший песок. Перегородка. Да и хорошая компания. И плюс рядом еще Волга. Можно после волейбола, кто проиграл, наверное, туда. Очень удобно в ценечке. Сидишь, смотришь, наблюдаешь, как наши ребята играют. Меня здесь не было примерно 3-4 года. И, в принципе, очень стало комфортно отдыхать. Комфорт чувствуется на каждом шагу. Изящные фонари, удобные лавочки, яркие цветы и бесконечная голубая гладь. Настроение создает и влюбленная пара. Скульптура из самшита, которая встречает всех гостей набережной. Одно из самых таинственных арт-объектов города – вход в подземный город. Делает это место особенным. По легенде, за тяжелыми воротами находятся древние ходы и убежища. Прикоснуться к истории здесь можно в буквальном смысле. В выходные на набережной звучит живая музыка. Можно сделать утреннюю зарядку, полюбоваться на пейзаж, позе лотоса, проверить свои способности в интеллектуальных играх и квестах. А по вечерам – шоу-программы с известными диджейми. Своё счастье на Волге смогла найти и семья Шалаевых. Чем жарче становится на улице, тем больше тянет в парк в тень деревьев. В этом году у чебоксарцев и гостей столицы появилась уникальная возможность отдыхать не просто в парке, а в сказочном лесу. На три летних месяца городской парк «Лакреевский лес» стал домом для Алисы из-за зеркалья и её друзей. Ещё на входе гостей встречают чеширский кот и знаменитый белый кролик. А на тропинках парка гуляет сама Алиса со своенравной красной королевой и озорным шляпником. Я спокойно сидела, читала книгу и увидела очень странного белого кролика ещё и в сюртуке. Ну и побежала за ним, а он от меня убежал и знакомиться не захотел. А тут шляпник и красная королева и вообще красивый зелёный лес. Мне здесь очень понравилось. Я решила провести здесь свои каникулы. Мы стараемся сделать всё, чтобы Алиса осталась с нами подольше. Чтобы она весело провела свои каникулы, а заодно и все дети, которые посещают наш сказочный лес. Я хоть и злая королева, но гостеприимная, можно сказать. Я научу Алису, а также всех детей, которые посещают наш парк, играть в шахматы большие и, конечно же, в крокет. У меня такие талантливые друзья. Алисе мы будем показывать фокусы. Будем петь для Алисы, танцевать для Алисы. Я научу Алису и всех-всех-всех друзей, кто придёт к Алисе сюда, в наш сказочный лес. Я научу танцевать джигу-дрыгу. Да, джигу-дрыгу. Ну и, конечно же, будут ходулисты. Это девочки и мальчики на длинных ножках будут ходить. Ой, вообще! А всем желающим я могу сделать шляпку. Красивую шляпку. На одной из полян парка действительно появилась огромная шахматная доска. Шляпник и королева с удовольствием играют в шахматы и приглашают умников и умниц сразиться в интеллектуальном поединке. Каждые выходные в сказочном лесу новый праздник. Приключения в травяных джунглях, тайного лета, школа магии, сладкое королевство, цветочные сказки, «Тайна огненного дракона» и другие. Много цирковых выступлений, ходулисты, жонглеры, ростовые куклы. Мы обязательно позовем эксклюзивное дефиле самых лучших костюмов декоративных, которые тоже посвящены программе «Алиса». Это будет показ таких шахматных моделей. Ну и, конечно же, выступления ярких вокалистов, танцоров. Здесь вы найдете удовольствие на любой возраст и вкус. Во вечера обязательно включается подсветка вместе со всем городским оформлением. То есть декоративные элементы, которые в этом году установили, они тоже все светятся. И в ближайшее время появятся декоративные светящиеся кубы, на которых можно будет сфотографироваться и посидеть, отдохнуть. Ну и ночью они светятся. Это их, как говорится, фишка. Кстати, одно из новшеств Локреевского леса – новый способ оплаты аттракционов. Гости парка покупают электронную карточку и с помощью нее расплачиваются на всех каруселях, минуя очередь в билетную кассу. Кстати, к летнему сезону парк в целом преобразился. Помимо ремонта тротуаров, системы освещения и озеленения, обновили детскую площадку, установили белоснежные фигуры лошадей и косуль, новые скамейки в виде лебедей. Изменения оценили и дети, и взрослые. Мне очень нравится в этом парке, потому что здесь много аттракционов, много всяких декораций, но главное всего – много веселья. В прошлом году здесь не было сюрприза, вихря. Мы приехали из Самары в Гостикво. Этот парк мы любим. Каждый год приезжаем и посещаем его. В этом году он преобразился. Много декораций из «Алис в стране чудес». Очень красиво, чистый парк, аттракционов побольше стало. То, что в тени, когда в жару солнце, тоже хорошо, нам здесь очень нравится. Так что будем приходить еще. Мы познакомились с шляпником, с Алисой, с королевой. Мы даже сфотографировались с ней. С картичной королевой. С картичной королевой. Она мне удалила. Да. Это очень здорово, когда есть такие вот шоу, представления. О маторах. Захватывающий дух аттракционной, скоростные спуски, море сладкой ваты, веревочный городок. В Локреевском сказочном лесу можно выплеснуть адреналин и оторваться на всю катушку. Ждем вас в сказочном лесу! Лето в городе может быть не только интересным, но и полезным. Именно так считают те, кто решил проводить свои каникулы в Чуваксарском технопарке «Кванторио». За три смены здесь отдохнули почти 300 школьников. Каждая смена стоит в себе какую-то особенность. Это сюрприз для детей, чем они будут заниматься. Старших ребят мы вводим, знакомятся с музыкальными инструментами. Духовой моркестры они занимаются. Ребят помладше вводим на кружки эстетические. Это рисование, бумажная пластика и так далее. Что здесь самое интересное? Это дух. То есть, с одной стороны, вроде свобода, каникулы. У нас тут разные игры интересные. На развитие воображения, на развитие творческого мышления. В то же самое время они получают нужную полезную информацию. С самого утра в «Кванториуме», как и в любом другом лагере, зарядка, завтрак. А потом начинаются необычные мастер-классы или кванты по самым разным направлениям. К примеру, эти ребята учатся рисовать с помощью 3D-ручки. Вначале дети создают плоские изделия и потом постепенно переходят к 3D-объектам. В современном мире уже 3D-принтеры идут. И это как для примера явно показывает, как это устроено, как наращивается предмет из пластика. То есть начинаем с 3D-ручек, на плоскости, например, делаем по форме. Показываем пример, как работает пластик, как с ним можно работать в современном мире. И, соответственно, в будущем уже на 3D-принтере они уже будут понимать, как работает 3D-принтер. Он наслаивается. Вот явно, например, хорошего. Ну как, то есть усидчиво все сделали. Вы видите, как человечек сидит, у нас получается офицер, солдат. И такие фуражки. И сидит на скамине. Это развивает его воображение и моторику. Результаты своей работы ребята видят на первом же занятии. Буквально за 15 минут можно сделать вот такие вот стильные очки с помощью 3D-ручки. Кстати, стильный аксессуар потом можно забрать с собой и подарить, например, маме. А вот ребята, которые занимаются в нано-квантуме, смогут порадовать близких настоящими кристаллами, которые сами вырастили. Мы работаем на кристаллы. Чего вы делаете? Как вы работаете? Юные химики, к тому же, учатся создавать не ньютоновскую жидкость. Проводят множество опытов. Занятия в биохвантами помогают изучать микромир. Семен Казамбаев больше всего любит занятия по робототехнике и моделированию. В свои 13 лет он легко разбирается в деталях и схемах. На первом же занятии мальчик сумел собрать вот такого умного робота. Этот робот собран за один день. Он своим ультразвуковым датчиком сканирует площадь и определяет, предметы и записывает их в переменные, тем самым составляя карту поверхности. От старших товарищей не отстают ребятишки помладше. Придумывают и изобретают своих роботов из лего, а затем учатся их оживлять под чутким присмотром наставников и педагогов. Кванториум может похвастаться своими педагогами. Более трети из них имеют квалификационные категории. Все педагоги у нас прошли обучение в Москве. Они познакомились с многими разными программами мотивации детей и вовлечениях в творческую деятельность через игру прежде всего. И, конечно, дети, увлекаясь, начиная с игры, потихонечку втягиваются в процесс творчества. Они начинают сами придумывать какие-то модели, собирать. Они начинают сами экспериментировать. Ну и, наверное, в этом основная задача Кванториума. С каждой сменой ребят, желающих проводить свои летние каникулы, не дома перед телевизором, а с пользой, становится все больше. Я сюда прихожу в 8 часов 10 минут. Ухожу отсюда в 3 часа дня. Это мой первый лагерь, в котором я отдыхаю. И мне очень нравится. Мне понравилось в биоакванториуме. Мы недавно смотрели в микроскопы. Тем ребятам, которые сидят дома, я советую записаться в этот лагерь в следующем году или в сентябре ходить сюда. Тут очень весело и хорошо. Мне нравится заниматься тридоручками, смотреть под микроскоп, ну и заниматься роботехникой. Организаторы обещали, что в Кванториуме откроется еще одна смена. Мы планируем в рамках подготовки к соревнованиям профессионального мастерства Junior Skills. Это мультимедийная журналистика, прототипирование, сетевое и системное администрирование и лабораторный анализ. Сейчас у нас ребята с 1 по 8 класс. Здесь занимаются, мы их делим на группы, соответственно, по возрастам. Все ребята, независимо от возраста, посещают все направления Кванториума. Они знакомятся, первый день их экскурсии, они знакомятся. Это нано-квантум, био-квантум, робо, аэро и энерджи-квантум. Затем ребята определяют, где им больше понравилось и посещают мастер-классы. Кстати, Чебоксарский детский технопарк вошел в тройку лучших в России, обогнав свои аналоги в Татарстане, Московской области. Менее чем за полгода воспитанники Чебоксарского технопарка становились призерами конкурсов и Олимпиад 52 раза. Комфортное, познавательное, культурное, спортивное. Таким стало лето 2017 для горожан и гостей столицы. А если вы еще не успели приобщиться ко всему этому, вперед! Чебоксары ждут вас!